Сегодня состоится, пожалуй, центральная встреча игрового дня в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» принимает Ярославский «Локомотив». Встречаются команды, которые ведут борьбу за лидерство в конференции. Я думаю, что «Локомотив», что мы всегда отталкиваемся от своей игры. Какие-то моменты у нас даже с ними похожи, что-то разнится. Ну, будем отталкиваться от ситуации, я говорю. Естественно, мы все друг друга разбираем, смотрим, знаем. Много игр с друг другом провели. Поэтому приблизительно все знают, подстраиваться ни под кого не будем. Будем играть в свою игру, то же самое они будут делать. Да, я думаю, не просто и в обороне, а в атаке придется. Но в двухсторонний хоккей нужно держать себе будет 60 минут минимум. Полунин ускоряется. Четыре игрока «Динамо» перед ним появляются. Но Полунин красавец, выбирается на бросковую позицию. И бросается в неудобной руке. Островат был угол, но пришлось вступить в игру. Коновалов он. Тоже еще один нападающий, который великолепный сезон проводит. Хотя, несмотря на то, что вытащил Максим. Я думаю, в центр сегодня уфе мало кого будет пускать. Вот таких бросков будет много. А Прибыльский снова набрасывает с кистей. Снова с дальней дистанции. Снова все видит. Голкипер. И про молодых. Березкин лучший ассистент «Локомотива» на сегодняшний день. Уилл бросает. Не попадает в дальний угол. Но вот, пожалуй, лучший момент у московского «Динамо» на исходе шестой минуты этой встречи. Ловили соперника на пересменке. Русского «Спартака» в столичном дерби. Готовит свой бросок. Минелла попадает. Это гол. Но, по-моему, было подправление на пятачке. Действительно, зашли в зону. Восположились. Ну и Минелла, приняв шайбу в районе синей линии, начал смещаться и в центр, и в глубину. И в конечном итоге выбрал момент для броска мимо нападающих. Ну и да, без рикошета не обошлось. Там, может, даже не в клюшку пакета шайба попало. Но направление своего движения явно изменило. И справиться с этим Исаев не сумел. Гусев проходит передачу на вершину. И снова бросает Минелла. И снова гол. И снова пакет подправляет. Фантактик. Но, в принципе, все примерно так же. Гусев на Минелла. Минелла бросает. Пакет подправляет. По два очка у этих хоккеистов сегодняшней встречи. Уже едва реализованных большинства из двух у «Динамо». Пока все наши с тобой прогнозы касательно этой игры подтверждаются. В равных составах вязкая, плотная борьба. Большинство работают. Я удивился, скажем, что и у «Динамо» тоже в равных составах. Моментов не так, чтобы много. Но побольше. И вот, пожалуйста, в равных. Вот тебе и в равных. Опять пакет. И опять подправил. Хэт-трик. Комментировал, когда был его первый хэт-трик в этом сезоне, так как минимум. Но пока действительно складывается. Не то, чтобы он нашел, да. Он всегда знал и всегда там играл. А такое вот как бы доходное место нашел на пятаке там. И причем, я говорю, с ним там очень тяжело бороться. Потому что сейчас там контролировать плюшку соперника очень непросто. Тем более, когда он находится на движении. А «Пакет» там играет очень много и на риге. Но, собственно говоря, между первым и вторым меньше месяца прошло у Седрика «Пакета». И вот он продолжает копать там перед воротами Даниила Исаева. На этот раз «Динамовцы» выиграли вбрасывание. И сразу же приступили к позициону. Каленков. Пас подворота. Бросок, добивание. И шайба застревает под Исаевым. Звучит свисток. 17 секунд остается у «Динамо» на игру в большинстве. Да, я бы не сказал. Конечно, счет для нас хороший. Но мы просто хорошо расходили своими моментами. А так «Локомотив» – хорошая команда. Играть еще 40 минут. Поэтому нам пока рано радоваться. Шесть игроков «Локомотива». Гутев. Адель. Вилл бросает. И в шлем шайбы Исаева попадает. Но вот теперь отбиваются ярославцы. Успевают втроем добраться до скандинга. А ребята из третьего и четвертого звена, которые сумели обеспечить победу в предыдущей игре. Поэтому сейчас задача – играть активно всеми четырьмя звеньями и стараться создавать моменты скользкие. Так что это скорее не ритуал, а скорее просто необходимость избавиться от снега на Клюшке. Ярославцы приступили к розыгрышу большинства. Начали его с броска. А Герната так. И тут Каюмову в лицо прилетает. Московского «Динамо» чем было это в первом периоде. Сломалась Клюшкова-Каблукова. Это дополнительный бонус гостям. И хороший момент создает Лихачев. Выбрался. На пятачок бросил, но пока безупречен Коновалов. Муранов прям сразу среагировал, да, как только передача пошла. И бросова гол. Гернат попадает. Попадает в притирку со штангой. И Локомотив со второй попытки тоже сумел реализовать большинство. Игра без бригад выходит на первый план. Очень важно, что вот тут сохранили шайбу Ярославцы. Хотя были близки «Динамо» к тому, чтобы ее перехватить. Пошли активно, но сыграли очень низко. И никто особо-то на Герната и не выдвинулся. Пытался это сделать с Каблуков, но успел Гернат прицелиться. И здорово на средней высоте отправил шайбу Лубер. Поводы поболеть за себя. 20-32 победы в основное время. В 58 матчах. Опять же, один из лучших показателей в КХЛ в этом сезоне. Но сегодня «Динамо» в первом периоде такой очень неплохой задел. И перепасовку Минеллы. Прошу прощения, Прибыльский, да, и Паленков. И наброс на ворота. Еще одно очень важное убрасывание в зоне атаки. Москвичи зарабатывают. Небольшая потасовка на пятачке. Но до драки делал. Сплав опыта и молодости. Пут здорово. Открылся. Ушел от готовца. И забил. Ну вот. Мы причем только что хвалили Миронову за передачу на 40 метров. Вот такая же передача в исполнении Мартина Герната. На счету которого первая заброшенная шайба в сегодняшней игре. И здесь тоже своей передачей создал великолепный момент для Бута. Которому надо отдать должное. Открылся просто здорово. Несмотря что насыщенная такая средняя зона была у Динамо. Но и в движение Гернат попал здорово. И открылся просто великолепно Даниил Бут. Ну и есть чему порадоваться этому молодому нападающему. Березкин. 5 секунд. Нужно уже спешить. Нужно бросать. Понимает это Шелунов. Бросает. Но не попадает в створ. Еще один бросок успевает нанести. Ярославцы Сергеев с острейшего угла бросок. Кстати шайба летела в створ. Но Коновалов с этим броском справился. Могли ярославцы выполнить задачу по отыгрышу трех шайб. Еще во втором периоде. И были к этому близки. Но выстали динамовцы. Ну три гола забились в подставлении. Правильно? Да. Пакет хорошо сыграл. Тем более два гола было в уничестве. Первый период уже прошел. Сейчас еще 3-2. Мы готовимся на третий период. Принес им промежуточный успех. Позволил забить две шайбы. Снова позиционная атака. И снова удается выбраться из угла на пятак. Выручает Коновалов. Гернат направо. Бросает Сергеев. И вот тут можно попробовать добить. Не знаю почему не стал бросать Березкин с неудобной руки. А пока разворачивался. Там уже и Коновалов занял правильную позицию в воротах. Отличная смена в исполнении Локомотивова. Пока лучше готовец против него. Полуниян бросок. Отбивает Коновалов. Но вот опять проходит пас на пятак. Чего не было в первом периоде. И бросок с близкого расстояния. По воротам Коновалова. Удел сцепился с Красковским. Но до драки снова делал не доходит. Ну да. Сейчас важнее счет на табло. Сейчас важнее каждая смена. Понятно, что все равно уступать никто не хочет. Иронов запускает шайбу. Ильенко уходит от соперника. Лезет на пятак. Как же будет обидно пропустить Ярославцам. По тому, что мы видим в третьем периоде. Но динамовцы, мы видим, очень неплохо контратакуют. Создал. Как правило. Вот очень правильное действие нападающего. Момент у ворот Коновалова. Еще бросок. Каюмов из-за ворот. Все подборы за ярославцами. Просто все. Они забирают в чужой зоне. Как же изменилась игра Локомотива. Сейв. Снова Иванов. Длинная передача. И не сумел Гусев шайбу остановить. Гол. В падении. Никулин отправляет шайбу в девятку. И 3-3. И со своего момента сделаешь. И здесь удалось создать момент. Вот как передача от Иванова была перехвачена. И шайба изменила траекторию своего движения. Но Никулин как раз именно потому, что находился на скорости, сумел до шайбы добраться первым. И убрав ее под себя, вторым движением поднял в ближний угол над ловушкой Коновалова, сравняв счет. Но вот к радости скамейки запасных Локомотива. Время сейчас работает на них. Каюмов на Шалунова. И тот не укладывает шайбу в ворота. Еще бросок. Кстати, похожая ситуация. Шалунов забил гол в одном из матчей ворота Лады в этом сезоне. Такая же была передача. И Шалунов на разности скоростей ворвался в зону и использовал свой шанс. Тут не забивает. Метлист на льду Гусева. Ну вот и удалось исполнить задуманное команде Алексея Кудашева. Бросок Менелла и шайба в ловушке у Исаева. Тут он все увидел. Пакет не подправил просто. Ну да. Но хотя, опять же, такие броски сегодня заходили. Прямо мчался на ранделу с голкипером и его переиграл. Из трех его заброшенных шайб две стоят для Локомотива победными. Бросок. Ловит на себя пакет. И пять секунд до конца овертайма. Удаление будет у Динамо. Но это глобально ни на что не влияет. Тут просто важно понять, кто заработал штраф. Этот человек не сможет пробить буллит. По-моему, это Вилл, да? Камеры промахнулись. Римашевский. Здорово раскачал голкипера и уложил шайбу в прал и от себя угол. Мастерски все сделал. И М-динамовца выходит вперед в этой буллитной перестрелке. Ну, Степан Никулин. Забивает. Один-один. Один-один в этой буллитной перестрелке. Тебя послушать. И сказал бросать. В данном случае, как двигался в дальний угол того игрока, который забил, у которого, похоже, все в порядке с нервами. Никулин. Попадает и приносит победу Локомотива. Локомотив волевует. Победу одерживает, отыгрывается со счета 0-3. И в буллитной серии оказывается сильнее московского «Динамо». 3-1. Сезонной серии в пользу ярославской команды. И два буллита подряд сумел реализовать Степан Никулин. Ну, и сами понимали то, что игра не потеряна. Можем спокойно отыграться. То есть, эти голы были, мы сами их вынудили. То есть, не «Динамо» что-то создало. Мы допускали ошибки. Сказали, что ошибки не допускать и проявить характер. Мы это сделали, выиграли матч. Теперь Гусев, да, рекорд установил «Динамо» по количеству передач в одном сезоне КХЛ среди нападающих. Ну, и мы с вами смотрим, что происходит в раздевалке Локомотива после победы. Не знаю, что говорилось после первого периода, но в конечном итоге результатом сегодняшнего матча тренеры и игроки должны быть довольны. То есть, с одной стороны, сами придумали себе неприятности, с другой стороны, героически их преодолели.